Всем привет, с вами Бара, и добро пожаловать на канал Таурус Гейминг Ревайл. Итак, мы сегодня с вами поиграем в такую замечательную игру, как 60 секундс на андроид. Давайте нажмем на новую игру. Классика. Ну и, естественно, апокалипсис. Толстяк, режим нормальный. Так. Что нам надо нам... Так, так, так. Едовод, тимивод, водовод, карта вон. Так, все, сначала мы берем еду. Все это это. Потом берем и тимми, карту, и шахматы. И вот так, потом идем сюда. Вода, аптечка. Возьми вот это. Я не помню, я не увидел, что это. Ой, что, больше ничего взять не могу. Быстрее, 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 быстрее. Класс, все это так. Здесь у нас обязательно берем воду. Воду возьми. Не тупи, Тед. Еще вода. Вода. Еще вода. Так, все, бросай. И... Тут у нас радио. Бери радио. Так, если мы больше ничего не успеем, наверное, да? Да, мы все больше ничего не успеем, так что... Мы не взяли жену с дочкой. Мы только с Тимми. Вот это очень плохо. Ну ладно, мы когда-нибудь, думаю, проживем. Что-то я сразу же не понял. Ладно. День первый. Окей. День первый. Тимми безопасность. Остальное не важно. Мы едва успели спуститься сами. Мы не имеем малейшего понять, что случилось с Мари Джейн Долорес. Надеемся, они в порядке. Когда мы открыли дверь убежища, то заметили, что на некоторых полках уже стояли провианты. Будем есть из них. Мы будем спать на них. Мы даже будем разговаривать с консервами. Некоторые из нас уже начали этим заниматься. У нас много воды. Это значит, что нам нужно беспокоиться о ней в ближайшее время. Никто не пить, не есть, не хочет. Идем дальше. Мы продолжаем вспоминать различные мелочи, которые с нами происходили в той прошлой жизни. Когда нам на голову не падали пропитые бомбы. Ну да. Это, наверное, страшная вещь. День второй. Тимми уже... Ой, Тед начинает уже обрастать. Что по 7 сегодня, пожнем завтра. Так что давайте сесть правильно. Тимми лучше в состоянии. Интересно, как долго это продлится. Тест в порядке. Никто ничего не хочет. Тимми пойдет у нас снаружи. Все знают, что спички не игрушка. Играть с спичками к окроченному бежу совсем глупо. Через несколько спичек мы заметили, что семных играют языки пламена. Нельзя терять ни секунды. Нам нужно потушить, спасая наши припасы. Радио возьмем. Чем аптечку. У нас пропала аптечка. Нам нужен источник информации. Мы побежали спасать радио от пожара. И к счастью успели. К сожалению, других запасов повезло меньше. Нам нужно оценить повреждение. У нас много воды. Просто полить водой пожар. Серьезно? Как насчет того, чтобы дать Тимми что-нибудь попить? Он плохо выглядит. Ты должен выпить воды. Окей, попейте воды. Тимми идешь в экспедицию. Без всего. День четвертый. Тимми вышел на пустошь. Мы не знаем, что будем делать, если он не вернется. Этек говорит, что не нужно о нем беспокоиться. Он в полном порядке. Ну и все хорошо. Ах, сидеть в безопасности под землей, конечно, замечательно. Но это не значит, что мы не хотим выйти на прогулку. Может, нам удастся скоро прогуляться? Теперь наш район кажется более спокойным, чем до бомбардировки. Ага, ты отговор? Серьезно прогуляться? Куда? Куда? День пятый. А до тех пор, пока мы в безопасности, мы можем находиться здесь. Пока что тут в полном порядке, с ним ничего не происходит. Ну, хорошо. Мы всегда обходили стороной казино. Игральные автоматы и тому подобное. Поэтому, когда нам пришел человек и присоединились обожженным азартным иголоком, мы отнеслись к нему с недоверием. Он предложил нас играть в карты. На две бутылки воды в любой игре на вашу выбор. Нет, у нас, во-первых, нет карты. Я бы в любом случае не согласился. Так. Играть в азарты игры ужасная привычка. Какой пример мы подаем детям? Нам нужна вода. Но мы не будем добывать запасы таким образом. Уже лучше кого-то отграбить. Мы сказали не законцу. Иди туда, куда шел. С катертью дорога. Тет хочет учебу. Купей, тет. Наше мусорное ведро смотреть по темно. С другой стороны, даже хорошо. С вечным спорченным аппетитом мы экономим запасы еды. Несмотря на то, что она хочет сделать уборку. Огромные зеленые тарканы только придают нам мотивацию. Конечно, уберем их. Нам огромные зеленые тарканы точно не нужны. Можно сказать, что нам удалось все вернуться от пули. Правда, в том раз пуля была огромная. Волосатая, с восьми лапами и светящей головой. Надеемся, наши пути разошлись навсегда. Это говорит, что не нужно о нем беспокоиться. Он в полном порядке. Вот так. Что это за звук лошадиных копыт? Мы побежали к двери и увидели двух мужчин. Одетых, как серегуновые жилители. Оказалось, что звук копыт издавал один из мужчин, ударяя один камень на другой. А другой в это время подпрыг, как будто он был на коне. Они сказали, что ищут старинный кубок. Что они потерялись. И будут нам весам благодарны, если мы позволим посмотреть на нашу карту. Если, конечно, у нас есть. Они у нас могут карту порвать или отобрать, так что нет. День восьмой. А где тебе? Не понял. Мы не смогли сдержаться смеха. И наши гости обиделись. Они убежали. Крича, что наши предки были грызунами и воняли полладами леса. И как некрасиво. Когда Тед Голдин, у него очень живой, но кокошей. Где Тиме? Если кто-то нас может спасти из этого ужасного положения, то это наше правительство. Возможно, некоторые и обливают их грязью, но эти некоторые либо потерянные коммунисты, либо безнадежные скептики. Мы, примерно граждане, которые всегда платили налоги. И мы уверены, что дядя Сэм нас спасет. Ну, за исключение того раза, когда в... Вообще не важно. Представители властей уже в пути. Так что нужно быть на мяку и не призевать их вперед. Ну да. Ой, приход. Тиме вернулся наконец-то. Это у нас что? Голод устал. Мы связались с Тиме. Армия уже близко, и она нас спасет. Все, что нам нужно сделать, это сохранять спокойствие. Военно нагоняющий скуку голос. Очень на этом настояло. Помощь уже в пути. Нам остается только ждать дальнейших указаний. Поддерживая радио в большее состояние. Мы так боялись за Тиме, но он все-таки вернулся. Использовавший термин безопасности. Че принес? Мне никогда не нравились люди, которые, как верблюда, ехали со своими огромными чемоданами, набитые смертельной едой. Но теперь мы были бы рады их чемоданами. Особенно заполнен банками с супом. Он даже не откажется от вынечего сыра. Однако местная команда по легкой атлетике собиралась ехать на чемпионат в какую-то глушь. В автобусе оказалось много бутылок воды и понушеных ботинок. К сожалению, одна пара ботинок там не подошла, а вот воду мы возьмем. Тим должен что-нибудь съесть, и мы очень устали без воды, так и мрак. Так, ты попей, ты покушай. У нас пока все есть. Ты готов в ресурсную жизнь и выйти на пуш. Ну давай, тогда ты сейчас пойдет. Трудно выжить в таких условиях. Мы очень надеемся, что все скоро закончится, иначе наша жизнь не закончит какой-нибудь канави на пушайши. Это не совсем то, о чем хотели. Так, во-первых, Тед, я забыл, куда я показал, чтобы он пошел. Так, Тед, иди куда-нибудь сюда, сразу же скажу. А Труд не волновать с такой ситуацией. Нам очень тяжело привык к мысли, что мы будем жить в этом маленьком брачном бунте. Несмотря на это, мы стараемся не терять надежды. Диме, что? Тиме должен что-нибудь съесть. Сегодня Тед ни на что не жалуется. Ну, почти ни на что. Так, Тиме, покушай. Так, Тед, ты идешь в экспедицию без всего. День 11. Так, Тиме очень голоден, Тиме много не надо. Вот вода ему не помешает. Тед отправился на поверхность. Мы надеемся, что он вернется в ближайшее время. Так, Тиме-то у нас ничего не хочет, так что идем дальше. Мы здесь уже достаточно долго и понять не имею, что происходит на поверхности. Ах! Если бы было у нас радио, мы бы обязательно услышали какое-нибудь экстренное сообщение и узнали что-нибудь. Ну, радио у нас есть. Так что нормально. День 12. Нам далось поймать сигнал и подслушать экстренное сообщение от правительства. И угадайте, что мы услышали. Отличные новости! Большинство рейдерактивных соседков уже развеялось. Теперь вылазки на поврежд будут намокать безопасности. Тиме ужас в состоянии. Ему нужно дать попить. Сейчас же. Ну, попей. Если бы много. Мы уже обсудили все, что можно. Никто больше не хочет разговаривать. Тишина нас просто убивает. Мы даже что-нибудь придумаем, пока они начали разговаривать сами с собой. Послушай радио, только пожалуйста, не сломай радио. Тиме. День 13. Вот. Тиме сломал радио, слава богу. Ах, как же нам повезло, что мы взяли радио. Можем послушать немного музыки. Они же все еще вещают музыку, правда? Отсутствие новостей хорошая новость. Утиме абсолютно ничего нового. Так, ну ты не пить мне, если хочешь. Мы как раз доедали своего ужина, если это можно назвать. А как слышали стук вверх, кажется, я торгую. он очень за рисовым приобретением патронов. Но у нас нет оружия, так что даем ему патроны. Чтобы ничего страшного. Наш гость очень образ получен патронами. Возьми, а взамен он предложил нам небольшой запас пищи. Все же лучше, чем ничего. Согласен. Так, Симик, ты уже у нас ничего не хочешь, не есть? Нет. А, ты кушать хочешь? Ну ладно, покорим. Мы решили на секунду заглянуть наружу и проверить, стоять ли еще магазин за углом. Мы уже собирались выходить. Как вдруг услышали в темноте рычание и заметили пару сверепых глаз. У нас было всего несколько мгновений, чтобы решить, что делать. Ну, у нас ничего нету. Так что идем дальше. День пятнадцатый. Где Тед? Я понять не могу. Я... Его уже несколько дней нету. Мы решили не рисковать и не проверять, что за чудовище притавилось в темноте. Мы закрыли дверь. Как сделали бы на нашем месте нормальные люди. На следующее утро существа уже нет. Как насчет того, чтобы дать семье что-нибудь попить? Он плохо выглядит. Ну, попей, окей. Держим. Сидеть внизу? Это вам не семечки щелкать. Легче не станет. Мы надеемся, что все это скоро закончится и жизнь будет такой, как прежде. Или же нам придется столкнуться с трудностями, которые мы и представить не могли. День шестнадцатый. Ты отвернулся, наконец-то. Ты еду принес. Да, много еды. Очень легко попасть в депрессию, когда живешь вот так, под землей. Ни солнца, ни неба. Мы должны избавиться от того пессимизма и принести им немного радость в собственную жизнь. Ты отвернулся в свое путешествие на поверхность целостей и сохранности. Мы уже собирались сдаваться и возвращаться с пустыми руками в бункер, как вдруг мы обнаружили церковь, которая достаточно хорошо сохранилась. Если не считать осколка незаврающейся бомбы, застрявшей в церковной башне. Прикольно. Солидная группа людей молилась бомбе и скандировала что-то о святом расщеплении. Сходящее было очень странным. Люди выглядят довольно дружелюбно. Эти хорошие люди дали нам немного серого томатного супа и сказали, что они его не любят. Стермы уверены, что они чокнутые. Всегда решили, что им нужна, что им не нужна святая вода. Мы провели магический обряд, провестили пустые под вина довольно полные бутылки с водой. Под одной из кроватей жилой части церкви мы нашли редкие сокровища, книгу эволюции и фонарь. В мозгаемом мы взяли фонарь. Ну правильно, однако. Как настоящий бойскаут, Тимми видит во всем позитив. Похоже, у него замечательное настроение. Тед очень слаб. Если сегодня ничего не поесть, это может плохо кончиться. Тед очень устал. Так, стоп. Еще раз. Ты у нас хочешь кушать. И все. Окей. Ну, покушай. Никто не пойдет. День 17. Ребят, мы на этом будем заканчивать. Если вам понравилось видео, то поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока-пока.